МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как США будут разваливать Россию? Завершит ли Обама дело Рейгана? Не повторит ли Россия судьбу СССР? Сирийский плацдарм. Есть ли риск открытого противостояния между сверхдержавами? А также заокеанский барьер на пути наших трубопроводов лишат ли США Европу российского газа? Из двух золб, Трамп или Клинтон, как долго мы будем враждовать? И есть ли шанс на перезагрузку? Нам казалось, что с развалом Советского Союза противостояние с Америкой закончится. Но сейчас об этом и речи не идет. Заокеанский партнер толкает мир к опасной черте, пугает нас экономической изоляцией и терактами. Вашингтон действительно приступает к активной фазе борьбы против России или только блефует? Это прогнозы. Мы начинаем. В 81-м году администрация Рейгана разработала секретный план по ослаблению Советского Союза. Доктрина Рейгана била по всем фронтам. Экономика. Предотвращение строительства газопроводов в Европу. Снижение цен на нефть, чтобы сократить доходы в бюджет СССР. Прекращение выдачи займов. Запрет на поставки технологий, чтобы затормозить развитие экономики. Второй фронт – подрывная деятельность в странах-союзниках. Финансирование в Польше движения «Солидарность», маджахедов в Афганистане, а также вещание радиостанций, расшатывающих устои государства противника. Создание на мировой арене образа империи зла. И еще один фронт военно-политический. Втягивание в гонку вооружений и выматывание армии СССР в локальных конфликтах на чужих территориях. Сегодня доктрина Рейгана взята на вооружение администрации Обамы. Только нынешняя цель – развал России. Но что должны сделать мы, чтобы противостоять США и не попасть в ту же ловушку? Американские эксперты в последние годы часто ссылались на опыт администрации Рейгана по разрушению Советского Союза. И сегодня в Вашингтоне считают, что если Советский Союз они разрушили, то с Россией и подавно справятся. Игорь, вопрос зачем? Почему сегодня нужно воевать против России? Цель остается та же самая – это разрушение России, потому что она встала на пути реализации стратегии глобального превосходства США. Россия смогла объединить вокруг себя те страны, которые готовы были уже в последнее время, особенно и часто говорили в рамках «двадцатки» о создании многополярного мира. И, конечно, Соединенные... Какая кровола? Соединенные Штаты Америки не могли этого допустить, поскольку это подрывало дух американской исключительности, о которой они говорили последние двадцать пять лет и заставили европейцев поверить в это. Я вспоминаю интервью, которое вы взяли у тогда директора международного департамента Совета национальной безопасности США в период Робинсона. Роджера Робинсона. Да, Робинсона. Он вам сказал, что это были самые лучшие годы в его жизни, и он счастлив, что они разрушили СССР. Вот наша задача сегодня, понимая весь тот ход, который проделал Рейган со своей командой, завершил Буш, у них удалось. И нам сейчас надо предотвратить то, что делает сейчас Обама. И я хочу сказать, что сегодня у нас в гостях Андрей Безруков, российский разведчик-нелегал, вернувшийся на родину в 2010 году, а в Соединенных Штатах вашей работой, Андрей, было стратегическое планирование, ну, собственно, второй работой. Что я хотел бы добавить, ситуация очень серьезно изменилась. Во-первых, Соединенные Штаты сейчас работают, конечно, на себя, но, в общем-то, против всего мира. В том числе против Китая, против Индии, против других стран. Это чувствуется сразу. И прошло 30 лет примерно с Рейгана, с времен Рейгана, и ветер поменялся. То есть тогда мы шли против ветра, Советский Союз был ослаблен своей внутренней системой. Американцы под лозунгом «Свободы» могли мобилизовать практически весь мир на то, чтобы нас добивать. Сейчас ситуация поменялась. Американские элиты, в общем-то, беспринципны, а тогда у них были принципы. Сейчас этих принципов нет. У Рейгана были принципы. Да, у Рейгана были принципы, и он их четко определял и защищал. Сейчас мы не видим в Соединенных Штатах никаких принципов, ни долгосрочной программы, кроме сохранения любой ценой той системы, доминирования в этой системе. И вопрос в чем? Вопрос в том, смогут ли они мобилизовать достаточное количество стран, союзников, которые начинают задавать себе вопрос, а мы-то здесь при чем? И вот это самая большая разница между двумя ситуациями, в том числе, когда Китай сейчас, в общем-то, работает против них. Да, Фёдор? Да. Вы знаете, я тоже хочу сказать, что ничто невозможно развалить, если внутри всё слажено. Были колоссальные напряжения внутри Советского Союза, и, конечно, американцам приятно сказать, что это они сделали. Тем более, когда человек вспоминает прошлое, когда ему было на 30 лет меньше, чем тогда, когда он дал вам интервью, и говорит, что вот это его самые счастливые годы жизни. На самом деле, конечно, это сильное преувеличение. Они очень старались, они все предписали, что они выиграли холодную войну и так далее. На самом деле, ничего такого не состоялось, мы с вами об этом знаем. На самом деле, это мы освободили весь мир от угрозы коммунизма. Они все боялись, и они все боялись этого сострадной силы. Мы, значит, советский народ, который 77% советских людей в марте 1991 года высказались за сохранение Советского Союза, и вы считаете, что именно они разрушили Советский Союз. Нет, не 7,7% людей. Высокое руководство, высшее руководство Я говорю о том, что было колоссальное противоречие внутренние и по национальным линиям, и по экономическим линиям. И они, к сожалению, они растаскивали Советский Союз. А кто создавал эти противоречия? Где-то с конца 60-х годов. Кто создавал эти противоречия? Сама система. Вот Андрей сказал, что были системные проблемы и в экономике, и в политике советской, которые к этому привели. Их можно было решать, но кто-то их усугублял. Поэтому... Нет, нет, нет. Нет, нет. В Китае они тоже были и сейчас есть. Нет, нет, нет. Поэтому я хочу сказать следующее. Если мы будем консолидированы, похоже, все-таки современное русское общество консолидировано, то нам никакие планы, тем более отмечущегося, вот здесь я тоже должен согласиться с Андреем, на самом деле американцы мечутся сейчас. Можно вспомнить о том, что мы их предупреждали, чтобы они начинали наземную операцию в Афганистане, чтобы они не лезли в Ирак, чтобы они не трогали Ливию так, как они трогали. У них все валится. Они сейчас истерят в Сирии. Это как посмотреть, смотря какие цели вы считаете, они для себя ставят. Нет, а дело в том, что эти цели как раз и не просматриваются. Потому что вот опять я должен согласиться с тем, что сказано, что они работают на себя, но против себя одновременно. Роль экономики во всем политическом развитии в последние 20 лет. Очень большая. Знаете, после распада Советского Союза богатеи в Соединенных Штатах и вообще на Западе пустились во все тяжкие. Они перестали отдавать какие-то деньги другим. Все себе. В результате огромное количество миллиардеров. Они сегодня, миллиардеры, которые составляют всего 2,5 тысячи человек, имеют 7,7 триллиона. Это больше, чем любой ВВП, кроме Китая и Соединенных Штатов. И для этого они настаивают на том, чтобы экономики были открытые. То есть открытые для разграбления на самом деле. Знаете, что, вот в данный момент интересно, по каким линиям, если ситуация изменилась, то по каким линиям сейчас пойдет удар Вашингтона в отношении России? Ваш прогноз. Знаете, я думаю, что вообще, даже не важно, кто выиграет на выборах, скорее всего, все-таки Клинтон, но я хочу сказать, что ситуация изменилась в Соединенных Штатах и в Западной Европе, вообще на Западе, коренным образом. Знаете, они будут в оборонительном положении, не мы. Вот почему. Это качественное изменение ситуации. Скажу, хоть два слова еще, буквально, про Европу. Понимаете, вот выход Англии из Европейского Союза это землетрясение. Землетрясение. И это практически начало конца Евросоюза. А сейчас, тем более, посмотрите, люди без стратегического видения стоят у власти. Это удивительно. Вот это самый исламский терроризм. Вот исламский терроризм. Не знают, как справиться, не знают, что делать. Вот отсюда, смотрите, метание, шатание в американской политике. Сегодня одно, завтра другое. Блестящее соглашение Керри Лаврова. Это можно в аналоге дипломатии записать. А они отказались от него. А как они говорили? Керри говорил. Мы, вы знаете, мы отпишем, но не публикуем. Не публикуем. Не надо. А на следующий день министр обороны говорит, да с русскими мы не будем вместе сотрудничать. Министр обороны США не знают. Мы еще вернемся к этой теме. Главный вопрос, что нам нужно сделать, чтобы не допустить развала России по сценарию Советского Союза. Ответ на этот вопрос сразу после рекламы. Это прогнозы. И мы продолжаем разговор о том, по каким линиям развернется противостояние между Россией и США. Если мы проводим аналогии с доктриной Рейгана, целью которой был развал Союза, то ситуация в Сирии это удар по нашим союзникам. И сегодня борьба Башра Асада с террористами рассматривается как противостояние России и США. Внимание на экран. Несмотря на заявление Вашингтона о борьбе с террористами, настоящая цель администрации Обамы – свержение нынешнего союзника Асада и усиление американского влияния в регионе. Причем любыми средствами, даже в союзе с террористами. Подписанные между Лавровым и Керри соглашения требовали от США отделить террористов от так называемой умеренной оппозиции. Но это не приблизило бы свержение Асада и США отказались их выполнять. Пойдет ли Вашингтон на дальнейшую эскалацию конфликта? Дойдет ли дело до прямого столкновения России и США на территории Сирии? Без сомнения. В Белом доме есть те, кто выступает за военную активизацию, но есть голоса и против. Американское общество решительно не желает посылать солдат умирать на еще одной войне на Ближнем Востоке. До президентских выборов в США у нас есть возможность резко усилить позиции в Сирии и таким образом разубедить Белый дом идти на эскалацию конфликта. Сможем ли мы эту возможность реализовать? Александр, в понедельник Госдепартамент США сообщил о том, что они выходят из соглашения с Россией по Сирии. Значит ли это начало эскалации, военной возможной эскалации вокруг Сирии? Мой прогноз заключается в том, что обострение сирийского кризиса будет происходить не столько и не только по линии военной эскалации, но и по линии поиска каких-то новых развязок, я бы сказал креативных развязок этого кризиса, в котором участвует больше центров силы, чем два. Это Иран, Саудовская Аравия, Катар и Турция. Только Иран на противоположной стороне, конечно. Иран на противоположной стороне, но они делают все для того, чтобы этот кризис разворачивался и решался по их лекалам. Когда мы говорим, в первой части говорили об этом, о роли Соединенных Штатов в развале Советского Союза, у кого-то, особенно у молодых людей, могло сложиться впечатление, что Америка была и до настоящего времени остается такой могущественной державой, единственным полюсом в мире, который что хочет, то и творит. Это на самом деле не так. И сейчас, когда мы говорим о Сирии, а мы говорим о Сирии, мы должны иметь в виду, что этот кризис, он был вызван противоречиями между двумя центрами силы, это Саудовская Аравия и Иран, которые стали постепенно подтягивать к себе великие державы, то есть Соединенные Штаты и Россию. И в результате получилось к настоящему времени то, что получилось. Я не говорю о том... То есть вы хотите сказать, что это Саудовская Аравия втянула Соединенные Штаты в эту историю с Сирией? Она пыталась и пытается втянуть Соединенные Штаты. Свою игру. А Иран Россию свою игру. Ситуация в Сирии будет обостряться и американцы сегодня, по крайней мере, до нового президента не готовы будут поменять сценарную игру. Самое опасное в этой игре и новой фазе может появиться противоракетная, вернее, противозенитные переносные установки ПЗРК. И это будет повторение Афганистана. Вот это самое страшное. Почему? Потому что в нынешних условиях они могут сегодня быть в Сирии, а завтра в Европе, а послезавтра в Афганистане. И точно так же в Ираке, где зона боевых действий, которую контролируют американцы. Но этого исключить нельзя, так как Дейразор нам показал, что у американцев нет единого понимания между Госдепом и Пентагоном. И эта ситуация крайне для них опасна. Мой прогноз, все будет продолжено по сирийскому направлению, но только в более горячей и опасной фазе. Андрей, несколько дней назад глава американского генштаба выступал в Сенате и говорили они про бесполетную зону. Он ответил на вопрос одного из сенаторов таким образом, вы хотите от меня, вы хотите вести бесполетную зону, вы понимаете, что я должен буду сбивать российские и иранские самолеты. И он сказал, это не то решение, которое я собираюсь принимать. То есть понятно, что военные, по крайней мере в данном контексте он показал свое мнение, но действительно принимают решения политики. Каков расклад, каковы мнения о государственном департаменте, в Пентагоне и среди военных, то есть тоже есть, видимо, противоречия? Вероника, проблема Соединенных Штатов и руководства Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и во всем мире одна и та же. Политика Соединенных Штатов просто летит на автопилоте. Что позволяет так думать? Она летит на автопилоте последние 30 лет, потому что никто никогда не ставил вопрос, а в правильном направлении ли она летит после холодной войны. Что-то они очень много громят по ходу своего полета. Ну вот в том-то и дело. Дело в том, что в элитах на уровне принимающих решений, фундаментальные решения Конгресса, решения не принимаются. Конгресс заблокирован, не занимается внешней политикой, как он занимался, например, при Рейгане, когда он формулировал основное направление. Поскольку Конгресс ей не занимается, бюрократия делает то, что хочет, а бюрократия всегда тактически работает. Нет, я бы даже сказал то, что может. То, что может. А больше его не может. Цели, которые, в общем-то, краткосрочные цели, в зависимости от тех союзников, с которыми у них есть уже отношения. Что говорит Трамп? Он говорит, эти отношения нужно пересмотреть, потому что не мы управляем союзниками, союзники управляют нами. И непонятно, куда все это идет. Посмотрите, противоречие. Закон, принятый Конгрессом против Саудовской Аравии, он ведет куда? К подрыву позиций своего основного союзника. Они это понимают, где-то понимают, но бюрократия продолжает это делать. Иржи, почему Европа не может присоединиться к России в борьбе с терроризмом в Сирии и в регионе, которую Россия ведет вместе со странами региона Сирии, Ирана и Ирака? Это очень сложный вопрос, во-первых, потому что все-таки если взять Европу как Евросоюз... Заинтересованы больше, чем кто-либо. Безусловно. если взять Европу как Евросоюз, то есть рассматривать вопросы безопасности, как и военной, и другой безопасности с точки зрения политики, естественно, здесь у нас в США есть общий взгляд на это дело, есть общий взгляд на то, что Асад почему-то сначала должен был уйти, а сейчас должен оставаться до победы здоровомыслящих сил, и потом он должен уйти. То есть есть то, что здесь прозвучало, то есть нет стратегического ведения, что дальше. Это, увы, факт. А почему не хотят европейские политики сотрудничать с Россией? Во-первых, Россия не рассматривает Европу, это факт, увы, как партнера, как того, с кем можно поговорить, но на кого нужно рассчитывать, и с кем можно бороться за общую вещь. И Европа это прекрасно понимает, понимают все эти сигналы, которые были из Москвы, поэтому какое-то глубокое сотрудничество, которое мы слышали иногда от Франции, от Германии, такого никогда не будет. Сирийские войска при поддержке Ирана и при поддержке с воздуха российских ВКС смогут взять Алеппо? Знаете, вот тут мой прогноз очень будет осторожным. Понимаете, сейчас американцы именно этого испугались. Отсюда страшная истерика, дикие какие-то делодвижения. То есть, сегодня подписываем соглашение, завтра из него выходим и так далее, но так вообще не поступают приличные люди. Но это не важно. Суть проблемы в том, что они не знают, что делать. У них нету никакой стратегии никак выходить. Но они очень боятся, что если будет взят Алеппо, то тогда сирийский вопрос будет решен. Но не так, как они хотели, а так, как предлагает Россия. Вот это для них кошмар. И вот они не знают, они суетятся, вот делают то, и неизвестно, на что они пойдут. Только чтобы не допустить вот этого взятия Алеппо. Это будет действительно такая фаза, решающая фаза в развитии сирийского кризиса. Удастся ли Вашингтону отправить Москву в экономический нокаут, как когда-то СССР? Увидимся после рекламы. Это программа «Прогнозы», и мы продолжаем говорить о реанимации доктрины Рейгана нынешней американской администрации. В продолжение нашей беседы хочу привести цитату Роджера Робинсона. В начале 80-х годов он работал в Совете по национальной безопасности в Соединенных Штатах. Он говорил об их действиях по развалу Советского Союза. В деле перекрытия кислорода пациенту, который уже лежал в госпитале в экономическом и финансовом смысле, наиболее важными были два слабых места. Во-первых, советский природный газ был и остается основным источником денежных поступлений. Мы намеренно ускорили процесс на политическом уровне, чтобы обеспечить замену сибирскому газу поставки СССР в Европу, даже несмотря на более высокую цену. Я называл это платой за безопасность. Робинсон говорит здесь про норвежский газ. О втором пункте Робинсона мы поговорим чуть позже, но в реальности по первому пункту США не дали СССР провести вторую ветку газопровода из Сибири в Западную Европу, и бюджет наш лишился мощного валютного источника. Подобную же картину мы наблюдали с Южным потоком, а потом и с Северным потоком два. То есть Европа под нажимом США заблокировала нам прокладку этих ниток. Зачем Европа действует в ущерб самой себе? Я бы не сказал, что мы действуем под давлением США. Это весьма такое смелое заявление, потому что во-первых, отделные государства Европы все равно будут всегда зависимы от российского газа. Чехия, Словакия, Венгрия, Греция, они всегда будут зависимы от этого. Поэтому тут американцы могут нажимать сколько хотят, но все равно уже не будут поставлять в Словакию каким-то воздушным путем жженый газ, условно. Что касается вот этих трубопроводов, но здесь надо понимать, что есть и своя собственная европейская энергетическая безопасность. Есть определенная хартия, есть определенные правила, по которым нужно действовать, Volume 4, не позволяйская но и здесь не важно будет поставлять Россия, будет поставлять Алжир или другое. Просто надо действовать по общим правилам. Нет, по общим правилам. Есть общие правила, которые все должны соблюдать. Не так ли? Если хотят поставить нам газ. Кто навязывает эти правила? Простите, мы тогда не будем покупать На самом деле, сама ситуация, которая сейчас складывается в американском осмыслении того, что происходит, как раз и показывает, что не просто на автопилоте они движутся, но действуют они конвульсивно. И вот мой прогноз заключается в том, что эти конвульсии будут продолжаться. И нам надо быть очень спокойными в этом смысле. К чему они, собственно, возвращаются? Они возвращаются к ситуации, которая уже не существует. Потому что мы знаем, что, скажем, совсем не большую часть нашего ВВП составляют поставки за рубеж газа и нефти, а все-таки меньшую часть. Что радикально отличается от того, что было в начале 80-х годов. И очевидно, если бы они хотели... Это не значит, что надо сдавать в нижние рынки, мы во внешние рынки как раз боремся. Более того, Северный поток-2 мы строим. Что-то там будет идти по дну Черного моря, в какую-то, в ту или в другую сторону все равно будет, это уже понятно. То есть это у них тоже не получается. Я повторяю, дальше будут продолжаться эти конвульсии, продолжаться эти поиски того, что с нами можно сделать. И вот здесь вот это очень опасная ситуация. Потому что то, что меня лично очень волнует, это то, что у нас экономика сверхгосударственна и сверхмонополизирована. Вот это крайне опасно для нас самих внутри. Вот это нас может разрушить. Андрей. Во-первых, газовый рынок теперь зависит не только от трубопроводов. Есть спотовый рынок, LNG, вы можете откуда угодно доставить газ куда угодно. Это одна серьезная разница. Второе. То, что Саудовская Аравия и Соединенные Штаты из союзников превратились в конкурентов. Соединенные Штаты полностью обеспечены энергоресурсами. Им Ближний Восток в принципе в этом смысле не нужен. И поэтому они могут себе позволить вести себя, как слон в посудной лавке. Потому что это не важно, что там произойдет. Во всем регионе. Во всем регионе. А из-за чего тогда все эти войны в последние 15 лет? А войны продолжаются из-за того же сохранения общей глобальной системы. Только они не понимают, как ее сейчас сохранять. Они в общем-то, они сделали несколько очень глубоких стратегических ошибок. Вот давайте посмотрим на некоторые. Они считают это ошибками? Они не считают это ошибками. Это вопрос в том, что их долгосрочные планы сохранения системы, как они хотят, расходятся с картрасрочными действиями в этом направлении. Я бы поспорил с одним из тезисов, которые выразил только что наш коллега. А именно о том, что в настоящее время газ можно доставить откуда угодно, куда угодно. Сирийский кризис, о котором мы говорили, и мой прогноз в том, что будет этот сирийский кризис продолжаться и обостряться. Так вот, этот сирийский кризис был вызван тем, что такое государство, как Катар, которое является одним из крупнейших производителей газа, устраивало сухопутный путь транзита газа в Европу через Турцию. И это не удалось. Эта игра не удалась в силу разных обстоятельств. Я сейчас в этом входить не буду. И борьба за этот маршрут, за прокладку этого маршрута еще продолжается. И в этой борьбе, и даже нужно сказать, в этой войне участвует Катар, косвенно Россия, как конкурент Катара по части снабжения Европы газом, Иран и Соединенные Штаты, которые тоже хотели бы снабжать Европу газом, и имеют такую возможность. И страдает из-за всего этого Сирия. Страдает из-за всего этого Сирия. В настоящий момент мы о ней говорим. Хотя этот конфликт, и это мой прогноз, конфликт сирийский, кризис сирийский, он расползается по Ближнему Востоку. И мы уже должны говорить о Ближневосточном кризисе, потому что вовлечены... Но это Штаты не контролируют, кстати. Да, это Штаты, да. Который, Ближневосточный кризис, который охватывает такими концентрическими кругами все ближневосточные государства и близлежащие регионы. И не только, и даже Китай собирался направить силы в Сирию, сделает он этот вопрос. Разумеется, Китай тоже заинтересован в решении всех этих вопросов кризисных, но главное это Европа, я еще раз скажу. А также европейский газовый рынок. Вот, так сказать, ключ ко всей этой проблеме. Еще одна цитата в продолжение темы от Роджера Робинсона, одного из авторов доктрины по развалу Советского Союза. Вторым важнейшим аспектом была нефть. Тактика состояла в работе с нашими саудовскими друзьями с целью снизить цену на нефть и увеличить объемы ее выработки. Саудовцы повели себя сговорчиво. Каждый доллар снижения цены на баррель нефти обходился Москве примерно от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Вот и говорите после этого, что цены на нефть взяли и упали. Игорь. Вы знаете, да, действительно, в тот период, наверное, саудовцам нужно было американское вооружение, американские самолеты, авакс, в первую очередь, радиолокационного обнаружения. И они пошли на сговор с американцами. Кроме этого, это было время, когда советские войска воевали в Афганистане. И это тоже было мощнейшим фактором раздражения саудитов и вообще всех монархий Персидского залива. И цены тогда упали до 13, до 8 долларов. До 8. Да, 8, если мне память не изменяет, 7,9. Идарь, а параллели с сегодняшним падением цен вы видите? Вы знаете, я думаю, что на падение цен сегодня сыграло много факторов, в том числе и объективных, поскольку идет спад мировой экономики, уже не так нужна нефть Европейскому Союзу, Китаю. Я думаю, что нам нужно включать внутренние ресурсы, независимо от энергоисточников. Переходить на инновационную экономику и давать возможность сегодня бизнесу выстраивать новые точки экономического роста, стимулируя государство. Вот самое главное. Иржи, вы видите или нет политический спрос на низкие цены на нефть сегодня? Я не экономист, но я здесь должен согласиться с господином Морозовым, что естественно есть целый набор фактов, и вообще случаи, которые обвалило, наверное, цену для ропы, то есть для нефти, извините. То есть есть такое, но я бы за этим, естественно, не видел американцев, потому что здесь прекрасно прозвучила валюта. В принципе, сегодня они паницея, не нужна государству. Всем нужны внешние рынки, всем нужен экспорт, из-за этого, из-за этого целые войны начинались. Тогда нужна была валюта прежде рынка, а теперь нужны рынки. Вы правы вам сказали, как раз здесь вопрос в рынках, а в долларах это уже второстепенно. Рынки-то деньги, я это имею в виду. Я хотел внести ясность по нефти. Стоимость нефти определяется не производителями, она определяется на финансовых рынках. И если количество бумажной нефти во много раз превышает количество реальной нефти, то, естественно, где делается цена? Она делается на рынках Соединенных Штатов, на финансовых рынках Соединенных Штатов. Я хочу общее замечание сказать, присоединиться к коллеге и сказать, знаете, американцы очень хотят сохранить доминирование, а сил уже нет. Но не те силы и не те средства. И вот они отсюда вот такие колебания, туда, сюда. Они не знают, как держать в руках союзников, как справиться с Европой. А тут Китай еще на горизонте вырастает. И еще тут безобразие Россия, которая раньше была покладистой и спокойной, вдруг начинает заявлять о себе, как о новой державе. Что это такое? Это понятно. Их раздражение, это понятно. Но от этого ситуация не поменяется. У них есть такое wishful thinking, то есть желаемое за действительное выдавать. Это понятно. Но дальше будет только проблем больше у нас, больше в мире. Потому что они будут всеми силами сохранить свою гегемонию. Всеми силами. Но нет этих сил. И отсюда будут конфликты, проблемы. То же самое, что они не знают, будут так же делать, как по Сирии. Сегодня одно, завтра другое. Вот один пример по Сирии. Когда в 13-м году Келли приехал в Москву и сказал, давайте через месяц, в мае 13-го года, давайте через месяц соберем Женевскую конференцию. Потом мы вместе ликвидировали химическое оружие. Казалось бы, успех. Мои американские коллеги, вы, как прекрасная американистка, знаете это. Они говорили, возможность решить сирийский кризис появилась. Но они потом сразу ушли в другую сторону. В сентябре они хотели бомбить Сирию. Да. Бомбить Сирию хотели. Мы спасли. А потом они что делали? Потом они полмиллиарда выделили этим головорезам, которые, так сказать, практически всех головорезам, якобы умеренной оппозиции и так далее. Вот эти все шарахания и колебания, они будут характерны и дальше до американской политики. Кто бы ни пришел к власти. Федор, способны Соединенные Штаты при тех остатках гегемонии, которые еще имеются, устанавливать цены на нефть совместно с союзниками? Нет, действительно. Вы смотрите, что касается цен на нефть. Правильно. Рынок нефтяной, не только нефтяной, и зерновой, и все рынки стали спекулятивными. Все решается не от того, есть у вас там, я не знаю, бушель зерна или баррель нефти, и хочу ли я его купить, да? Все решается с финансовыми спекулянтами. Это колоссальная проблема всей современной экономики. Глобальной. Почему она с 8-7 года продолжает до сих пор находиться в кризисе, чего вообще никогда раньше не было, да? Ну а вся эта спекуляция, собственно, на американских бюджетах и ведется, правильно? Но дело в том, что рынок сам по себе был перегрет, да? Спекулянты сначала, как говорят в Одессе, зарабатывают на жаре, то есть повышая ставки. Потом доходят до какого-то естественного уровня, когда они понимают, что на этом дальше они уже не могут получать свою прибыль. Тогда они обрушивают рынок и зарабатывают на том, что рынок идет вниз. Вот что сейчас происходит, да? И ваш прогноз. Уже что произошло? Как долго продержатся цены на этом уровне? Я думаю, вот мой прогноз следующий, что вот эта вяло текущая ситуация, да, такая немного параноидальная, она будет тянуться еще довольно долго. И будет это связано и с Сирией, и будет это связано с тем, что Алеппо долго еще будут брать, я имею в виду сирийские войска, потому что это не такая простая история, там вот вроде как окружили и сейчас вот все разрешим. Нет, это очень сложная операция. И даже если какая-нибудь там, я не знаю, будет большая помощь с нашей стороны, все равно это не получится сделать быстро. Игорь, а ваш прогноз относительно цен на углеводороды? Я думаю, что углеводороды будут держаться на цене 50 и ниже, выше не поднимутся. И поэтому это позволяет российскому бюджету выполнять те социальные обязательства, которые мы взяли на себя, затруднит, безусловно, активное развитие новых отраслей, инновационных отраслей промышленности. И для этого у нас появляются другие возможности интегрироваться более активно уже в ШОС, более активно работать в Евразийском экономическом союзе и в БРИКС. Да, и может быть, они будут, такие цены нас будут все-таки стимулировать, диверсификации экономики. Итак, экономическая изоляция, санкции и запреты. С Советским Союзом это сработало. Получится ли с Россией? Мы вернемся после рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем. Антироссийские меры администрации Обамы в точности копируют доктрину Рейгана по развалу Советского Союза. Очередной пункт санкций и запреты. Главной целью США в противостоянии СССР было истощение советской экономики. Сегодня история повторяется. Внимание на экран. Аппетиты Рейгана были куда скромнее амбиции нынешних обитателей Белого дома. В планах США подмять под себя всю планету. Добиться своих целей Вашингтон хочет при помощи Транс-Тихоокеанского и Транс-Атлантического партнерства. Зона глобальной беспошлиной торговли не только откроет американским товарам доступ на мировые рынки, но и позволит США экономически задушить двух главных противников – Россию и Китай. Транс-Атлантическое партнерство играет на руку американским энергетическим компаниям, мечтающим наводнить Европу своим сжиженным природным газом. США может получить карт-бланш на поставке своего дорогого топлива в ЕС. Российские же газопроводы могут просто перекрыть. Белый дом спешит, но не спешит Европа. Там не желают сдаваться, а ведь нужно успеть до 1917 года, когда истекают полномочия не только Обамы, но и канцлера Германии Меркель. Впрочем, ее преемник, скорее всего, окажется таким же сговорчиком. Игорь, Транс-Атлантическое партнерство, оно против России? Американцам удалось сделать все возможное, надавить на своих партнеров по Транс-Тихоокеанскому партнерству. И оно было подписано. Дело за ратификацией. Что касается Тихого океана, да, о Транс-Атлантике. А теперь у них стоит вторая задача. Это Транс-Атлантическое партнерство по торговле инвестициям. Но здесь они натолкнулись на сопротивление европейцев. Если Меркель полный сторонник подписания этого партнерства, то ситуация в других странах, особенно во Франции, она обстоит несколько иначе. Кроме этого, Меркель натолкнулась и на сопротивление своего гражданского общества. Потому что для немцев на протяжении последних 40 лет очень были важны программы чистая вода, экологические продукты. И они понимают, что такое войти в это партнерство и что будет происходить на продовольственном и других рынках. Вероника, вы знаете, создание таких партнерств – это шаг, прежде всего, оборонительный, с точки зрения. Почему? Потому что от глобализации выиграли их основные конкуренты в остальном мире. Китай, Индия, другие страны, Бразилия. Это привело к тому, что поток денег пошел не в американскую экономику, а он пошел как раз на развитие конкурентов. И возможность создавать такие партнерства сейчас – это возможность огородиться, создать барьеры на пути растущих конкурентов и застолбить за собой определенные куски экономики. Вот зачем Европе обороняться от России с экономической точки зрения? С Россией надо торговать Европе? Безусловно, да, это говорят все. Но я бы здесь сделал опять маленькую поправочку. Во-первых, переговоры по трансатлантическому партнерству фактически захлебнулось и, можно даже сказать, остановились. Игорь здесь право сказал, как минимум Франция, которая является очень мощным двигателем Евросоюза, не экономическим, а скорее политическим, очень скептически относится к этому партнерству. А если другие страны, здесь протесты – это одно, но есть реальная позиция реальных правительств. Я бы здесь не противостоял партнерству и какая-то торговля с Россией. Такого нет. Скорее, это со стороны Европы поиск новых возможностей для собственной экономики. Ну, как оказывается, этих возможностей очень мало. Наложение санкций на Россию не входит в поиск таких возможностей? Нет, что касается санкций, давайте я вам объясню позицию Европы по поводу санкций. Санкции – это же самое ваше выражение недовольства действиями как этого государства. Здесь вряд ли кто-то в Праге, в Брусселе ожидал, что мы свалим Россию на колено, что мы ее развалим, как было там лет 30 назад. То нет, это просто выражение недовольства политикой России на европейском континенте. Ну, тогда это полностью детский сад. Нет, почему детский сад? Есть же... Не подождите. Что-то кому-то не нравится. И из-за этого вот этот вот сыр-бор, да? Огород городитель. А мы помним, как Россия тоже вводила свои санкции против Украины, против Абхазы. Забирай свои игрушки, я не буду с тобой играть. Нет, не надо. Здесь это обычная практика. Мы помним, мне понравилось выборы в Абхазии и России, да? И запретили поставки мандаринов. Это же обычная практика. Ну, не надо здесь делать... Нет, но все равно детский сад. И я считаю, что детский сад неправильно поступит. Это самое вещество в выражении недовольства. Нет, зачем себе это в ущерб Европе делать это? Потому что Европа себе считает, что Россия составляет угрозу, увы, для европейской безопасности. По-другому никак. Вот и все, поэтому мы ввели санкции. Можно я скажу до этого? Да, да, да. Я хочу сказать, что, знаете, американцам вполне возможно, что введут новые санкции против нас. Потому что линия остается, как правильно вы говорите. И может быть и эмбарго какой-то. Сейчас они собираются с союзниками, потому что они хотят использовать вот эти кампании по истерии, напомню, что Талеб, по том, что там вот умирает гражданское население и так далее, для того, чтобы навязать против нас новые санкции. Это вполне реально. Я не думаю, что это попытки будут успешны, но они будут продолжаться. Но им будет все труднее. Почему? Вот смотрите, даже на Ближнем Востоке сейчас, вот мы говорили про нефть, уже тяжело, потому что Ближний Восток выступает в качестве конкурента Соединенных Штатов. Потому что они хотят свою сланцевую, так сказать, нефть и сланцевый газ, они хотят заполонить все остальные рынки. А это конкуренты не только с нами, но и с Ближним Востоком. И отсюда, посмотрите, надо думать больше о себе, о нашей экономике, о том, как ее правильно выстроить, потому что нужно всегда лучше готовиться к худшему. А если они там заставят даже европейцев, надавят, вполне реально. И на какое-то время они усилят эти санкции, ведут еще эмбарго, будут ограничивать поставки газа нашего, это вполне реально. Да, есть другие рынки, есть Индия, Китай и другие, Азия вообще. Нужно туда ориентироваться больше. Европа – это не свет в окошке еще, простите, при всем уважении к европейцам. И как вы так живете, под таким жестким диктатом? Ну, это опять же, что у нас есть жесткий диктат США, я так не считаю. Я же вам сначала объяснил, как европейцы воспринимают эти санкции, которые явили против России. Что это прямая, считают прямой угрозой со стороны России в европейской безопасности. Насмотрелись вы американской пропагандой европейской? Нет, 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 ну, извините, я понимаю, что я углубляюсь очень глубоко в историю, но все-таки нарушение заключительного акта Хелсиньского договора 75-го года, это Европа воспринимается. Это имеет церковь о поглощении ФРГ и ГДР или Югославии? А, Югославия, ну, мы же с вами знаем, что Югославия опять развалилась внутреннего кризиса, не так? Опять внутренний кризис? То есть бомбардировки НАТО это не играет никакой роли? Ну, надо понимать, подождите, надо понимать, что в 80-х годах, когда скончался образ Титу, начали внутренние трения, внутренние компартии Югославии. Было ли так? Было. И что, без разрешения СОО, без ООН, без его мандата можно бомбить мирные города и села? Я согласен, это преступление. Конечно. Ну, я говорю, первоначальный процесс пошел и внутри Югославии. Ушли, да, извините. Вы это поддерживаете и за это участвовали, и в этом участвуйте. Можно, это важно вот такие примеры приводить, когда мы говорим о реальной санкции. Сейчас, друзья, по одному дадим. Один прогноз дам точный совершенно. Потом проверите. Я хочу сказать, вот смотрите, что делает Запад. В общем, значит, вторглись в Ирак, разрушили страну, потом в Ливию и так далее, а сейчас в Сирии. Что потом делается? Потом, интересно, английский парламент создал комиссии, и комиссии признали, что вторжение в Ирак было действительно ошибкой. И Блэр виноват. Потом про Камерона, что он вторгся в Ливию, тоже было ошибкой. А и Обама признал, что ошибкой было его, самое большое, это вторжение в Ливию. Через несколько лет новый президент Соединенных Штатов или новые лидеры Европы признают, что политика по Сирии их была ошибкой. А их политика в украинском вопросе тоже была ошибкой. А пока они признают, будут признавать эту вину, погибнут сотни тысяч, возможно, миллионы сирийцев и тысячи украинцев. Андрей, прогноз, ваш прогноз. Удастся ли Соединенным Штатам истощить экономически Россию, как получилось Советским Союзом? Нет, не удастся. Мир изменился. Он изменился настолько серьезно, что те вещи, которые проходили достаточно легко вместе с союзниками 30 лет назад, не пройдут. Но я бы хотел вернуться к очень фундаментальным вещам. Посмотрите, как Рейган организовывал это давление на Россию. Оно было комплексным. Оно было не только военным. Оно было экономическим, информационным, политическим. Велись подрывные акции. То есть это делалось комплексно. Именно так. И я бы хотел заострить ваше внимание на том, что оборона от такого давления должна быть комплексной. То есть помните ставку Верховного Главнокомандования во время Второй мировой войны? Она была ставкой, потому что она занималась всеми вопросами. Экономикой, политикой, пропагандой. Нам нужна такая же ставка, потому что мы не можем вести военные действия. Диктатуру, извините. Нет, нет. Вопрос о комплексном ответе. Мы не можем оставлять... Я говорю, ставка новой ставкой, это же ограниченные управления, которые управляются в государстве. Мы не можем оставлять экономические и информационные вопросы в стороне от политических. В начале 80-х американская стратегическая оборонная инициатива, известная под голливудским названием «Звездные войны», заставила Советский Союз увеличить свои расходы на оборону. И хотя с самого начала было понятно, что реализовать программу технически невозможно, блеф Пентагона сработал. Сегодня военное противостояние России и США снова в центре внимания. Внимание на экран. О какой угрозе от России говорят американские политики? У США только два соседа. Сверху дружественная Канада, снизу поставщик рабочей силы Мексика, справа слева океан. У нас же ситуация иная с Востока Япония, с неподписанным мирным договором Китай. Внизу вечно воюющий Ближний Восток из Запада Европа, утыканная натовскими базами. Сейчас их больше 400. И с каждым днем они все ближе и ближе. Но если доктрина Рейгана по втягиванию Союза в гонку вооружений действительно разорила СССР, то с сегодняшней России этот сценарий не пройдет. Наш ВПК, в отличие от советского, локомотив российской экономики, заставляющий работать десятки отраслей промышленности. В 2018 году российская армия закончит свое перевооружение, то Генштабу придется гораздо меньше волноваться за спокойствие наших границ. В продолжение сюжета хочу привести еще одну цитату, на этот раз от основного главкома сил НАТО в Европе Филиппа Бридлова. Основой любой стратегии в Европе должно стать осознание того, что Россия представляет собой экзистенциальную, то есть угрозу собственно существованию для Соединенных Штатов, их союзников и международного порядка. Иржи, представляете, под какой угрозой живете? Нет, вообще это бред, извините за выражение. Он потому и бывший, что такое говорил. Он три года прослужил, отлично прослужил. Ну, это его точка зрения, которую вряд ли кто-то в Европе серьезно воспринимает, потому что... Спросите у ваших политиков. Могу с удовольствием спросить, я уверен, что ни один из правящих политиков... Нет, извините, в Польше может быть, да. Но в Чехии вряд ли такое скажет, да, потому что из-за России, да, то есть, ну, Россия создает определенный риск, да, но угроза, которая бы существенно влияла на само существование Европы, да, или там Соединенных Штатов далеко, ну, это означает, что мы вернулись даже не в холодную войну, но в самый пик холодной войны, да, то есть Карибский кризис. Ну, это бред, да, поэтому я не считаю, что Россия для нас такая важная угроза. Александр. Ну, я думаю, что вот эта вот приставка «бывший», она говорит о многом. Совсем не исключено, что просто человек выжил из ума. Его не за это уволили. Вероника, но мы его любим не за это. Он говорил откровенно, он радует, когда они говорят откровенно. Нет, вот насчет санкций, вообще интересная ситуация. Мы сейчас про военные вопросы говорим, санкции не закончились. Нет, 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 да, значит, сказано президентом, что нас не втянут в гонку вооружений так, как это было раньше, да, и мы видим по нашей реальной ситуации, что мы таки в нее не втягиваемся, да, мы находим какие-то альтернативные ответы, которые нам не стоят так дорого, и на самом деле здесь тоже это показывает провал американской стратегии, потому что тогда все-таки было политбюро со средним возрастом людей, которые мыслили уже совсем далекими категориями, да, и американцы до сих пор не могут понять, что вообще современная Россия это другая страна с другим руководством, с другими мотивациями, с другими представлениями о мире и так далее, да, поэтому здесь, я думаю, мой прогноз, что нам не угрожает это. Бридлов. Игорь, вопрос. Значит, как России вооружить себя достаточно мощно для того, чтобы отражать все угрозы, но при этом не втянуться в гонку вооружений? Ну, во-первых, мы смотрим на практические дела и на руководящие документы Соединенных Штатов Америки. В стратегии национальной безопасности и в военной доктрине Соединенных Штатов Америки 2015-2020 года совершенно четко сказано, что Россия является главной угрозой интересам Соединенных Штатов Америки, да, это первое. Второе, ну это слова, второе, Соединенные Штаты Америки имеют право в одностороннем порядке применять вооруженные силы в случае угрозы интересам Соединенных Штатов Америки или их союзникам. Теперь смотрим дела. Развертывание войск НАТО около наших границ в трех странах Прибалтики, в Польше, перенос командно-штабных пунктов вблизи наших границ, всю военную инфраструктуру, начиная от аэродромов и заканчивая складами боеприпасов, узлов связи и так далее. А наземное командование НАТО переехало в Турцию, например. Да, и усиление, постоянное заявление об усилении восточного и южного флангов НАТО. И вот когда мы накладываем то, что написано в стратегии и то, что происходит в делах, мы должны на это реагировать. Мы не можем создавать условия. Чего будет проще подавлять? Помнишь, сначала Второй зерновой войны? Конечно, мы не можем просто делать создать преседент 1941 года. Поэтому у нас есть программа вооружения до 2020 года. Там все прописано, все направления, в том числе и инновационного, нового вооружения для войны на новых принципах. Поэтому я думаю, что ее надо реализовывать. Наш военно-промышленный комплекс должен усиливаться на морском направлении. Мы должны готовить себе и флагманы подводного флота, которые бы останавливали горячие головы в Пентагоне, у их границ в Атлантическом и Тихом океанах. Мы должны развивать нашу систему «Калибр». Мы должны развивать ракеты гиперзвукового направления, неядерного наполнения. И это наша защита военного плана. Поэтому мой прогноз в Соединенные Штаты Америки учитывают боевой возрастающий потенциал российских вооруженных сил. И мне кажется, все те действия, все те слова, которые они сегодня заявляют на всех уровнях политической и дипломатической власти, свидетельствуют только об одном. Они усиливают свою экономику за счет оборонно-промышленного комплекса. Потому что сила американской экономики – это всегда либо война, либо усиление ВПК. В времена Советского Союза у страны было множество союзников. Это и страны Варшавского договора, и целые регионы – Латинская Америка, Африка, Азия. Но сегодня союзников меньше. И что же, прав Александр Третий, когда говорил, что у России только два союзника – армия и флот? Давайте посмотрим, как изменилась парадигма. Мы во время Холодной войны и до этого 300 лет были востоком Европы. У нас все конфликты, все противоречия происходили вот на Европейском театре и с Западом. Но в период глобализации, когда на арену выходят такие страны, как Китай и Индия, мир изменился совершенно. Мы не Восток Европы теперь, мы Север Большой Евразии. И наша проблема в отсутствии критической массы. Мы не Китай, у нас нет миллиарда населения для того, чтобы… А вместе с Китаем есть возможность это делать. Для того, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, не только в военной, мы уже себя чувствуем в военной безопасности, но в экономической. И не просто в безопасности, а чтобы могли развиваться. Нам нужен рынок, для того, чтобы российские компании могли развиваться не на 2% мирового рынка, а, скажем, на 20%. Для этого нам нужен весь рынок Большой Евразии, который развивается, кстати, 5-6% в год, растет. Для того, чтобы обеспечить этот рынок, нужно, чтобы этот рынок получил инфраструктуру с юга на север, с запада на восток. Китайцы этим уже занимаются, мы им помогаем сейчас. Если мы сможем построить инфраструктуру, у нас будет этот рынок. Мы станем, скажем так, мы станем Канадой Большой Евразии, потому что у нас будет огромный рынок с юга. Но для того, чтобы инфраструктуру эту протянуть, нам нужно обеспечить безопасность на этом континенте. Поэтому нужно развивать ШОС, поэтому нужно строить отношения в треугольнике Россия-Китай-Индия, нужно разговаривать с Ираном, нужно разговаривать с Японией, для того, чтобы вся Большая Евразия чувствовала себя в безопасности в мире. АПЛОДИСМЕНТЫ Геннадий Викторович, нам что-то мешает это делать, выстраивать вот эту систему? Вы знаете, я думаю, что нет, но думаю, что я согласен с коллегой, что мы должны быть более активны на этом направлении. Потому что был такой геополитик МакКиндер, который говорил, что тот, кто владеет Евразией, владеет всем миром. Наверное, он в какой-то степени был прав. И надо более активно свои усилия направлять не только на Европу, но на Азию и на другие даже континенты. Почему? Россия, слава Богу, Россию не обделил Бог ничем. Ни территорий, ни с полезными ископаемыми, и особенно водой. У нас 25% всей питьевой воды, запасов всего мира. Но я хочу сказать, ну надо, понимаете, стратегически нужно все-таки давать какие-то наметки нашего движения вперед. То есть выстраивать отношения на более долгосрочной основе с нашими возможными партнерами. Той же Япония, той же Кореи, я тоже не сбрасываю. И там других еще много других вещей. Но главное, конечно, это Китай и Индия. Здесь абсолютно, но не спрасывать и Африку, и Латинскую Америку, которые тоже поднимаются. Это новые цивилизации и новые центры силы. И они тоже хотят занять свое место под солнцем. Вот более такое активное, у нас очень хорошая дипломатия, блестящая совершенно на сегодня. Но тем не менее, есть возможности для дальнейшей активизации, более энергичных усилий в этом направлении. Особенно в том, что касается экономических этих каких-то... И ничто не мешает нам это делать. Не мешает. Правильно. Спрос на российские как раз продукты мешает, понимаете? Потому что инфраструктура может быть. А что может Россия предложить... Спрос, низкий спрос имеете в виду. Ну, на российские продукты, да? То есть то, что производится в России. Что может Россия предложить Индии? Скажите мне, пожалуйста. Ну, очень много. Ну, скажите хотя бы пару примеров. Нет, нет, нет. Потому что дело в том, что... Начнем с оружия, но на это, конечно, не останавливается. Оружие прекрасно. Оружие, это хорошо. Дело не в оружии. На самом деле, очень важный был поднят вопрос, да? Было перечислено, что у нас есть. К сожалению, не было сказано главное. У нас есть мозги. Вот дело в том, что мы умеем... Вот что мы можем предложить Индии? Александр, вы собеваетесь в том, что у нас есть мозги? Индия берет у нас софт и производит софт у себя. А разработки берет у нас. Так вот, на самом деле, нам нужно, переориентируя нашу экономику, делать ее интеллектуальной. То есть, совершенно по новым правилам развивать наше образование и нашу науку. Не так, как это сделали американцы, которые завозили мозги со всего мира и поэтому угробили свою систему образования и свою систему науки. Потому что можно было просто заимствовать чужие мозги. Вот нам нужно делать все наоборот. Даже от баллонского процесса надо уходить. Соединенные Штаты никак не могут помешать нам использовать наш собственный мозг. Продолжение после рекламы. Мы говорим об американской стратегии по развалу России. Этот план переходит от администрации к администрации. Как продолжит это дело следующий хозяин Белого дома? Президент Соединенных Штатов Америки, который бы изменил свое отношение к России. Вот такой президент, если будет выбран, ну, конечно, нам будет тогда гораздо легче выстраивать новую систему отношений. Но из двух кандидатов, которые остались, или семь еще, которые будут принимать участие, таковых нет. Поэтому мы должны принимать реальность и анализировать, что даст нам Хиллари Клинтон и что даст нам Дональд Трап. Мне кажется, что Клинтон, она продолжит политику ястребов демократической партии. Мне кажется, что Пентагон ее будет поддерживать. И та стратегия национальной безопасности и военная доктрина будет реализовываться в большем и жестком объеме, чем это сейчас при Обаме. Вопрос вот в чем. У Хиллари Клинтон и у Дональда Трампа разное понимание глобальной ситуации. Хиллари работает, скажем так, на финансовую олигархию. Для финансовой олигархии весь мир – это система, выстроенная Соединенные Штаты. Прежде всего финансовая система. Ее нужно сохранять, и она будет сделать все, чтобы продолжать текущую политику. Сохранение всей этой системы. У Трампа ведь на будущее другой. Прежде всего Трамп считает, что Соединенные Штаты должны инвестировать в себя. А с остальным миром, с точки зрения силы, с позиции силы, можно разобраться. Здесь вопрос о том, что защищать. Либо защищать весь мир, всю систему построенную, либо защищать Соединенные Штаты и их ближайших союзников. И этот разговор только-только начинается. В Соединенных Штатах есть голоса, которые готовы пересматривать отношения с Россией, не потому что это отношения с Россией, а пересматривать отношения с миром в принципе. И этот разговор только-только начинается. Александр, нам-то что делать в этой ситуации? Сейчас наблюдается не просто неудовольствие, а некий дрейф в сторону от Соединенных Штатов. И поиски новых альтернативных союзников. И они придут к нам, к России? Вот я как раз хотел об этом сказать. И мой прогноз заключается в том, что независимо от того, кто будет президентом после 8 ноября в Соединенных Штатах, будет происходить этот процесс дрейфа от Соединенных Штатов в сторону России. И это не только в связи с тем, что такую политику слона в посудной лавке проводят Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, а и в силу того, что такую политику проводит Россия. Федор, нам скажите, что делать, чтобы второй раз теми же граблями не ударило? Я считаю, что здесь надо воспринимать те вызовы, о которых говорили коллеги, как стимулы. Потому что мне, например, совершенно не пугает, что, скажем, там может быть какая-то более есребийная политика у Соединенных Штатов. Если мы не будем впадать в панику по этому поводу, а будем понимать, что это стимул, что это должно стимулировать развиваться, так и замечательно. Пусть будут самыми агрессивными, которые только могут быть. Будет это Трамп, будет это Хиллари, неважно совершенно. Потому что это проблема, скорее, внутренняя для Соединенных Штатов. Потому что если будет Трамп, так он не так связан по рукам и ногам, как Хиллари. И для самих американцев непонятно, как он будет себя вести. Он более независим, чем все президенты за последние сто лет, как минимум. А если он будет продолжать ту же самую, я согласен, будет продолжаться инерция все равно. Потому что она накоплена колоссально. И пока этот вот... Есть целый аппарат, есть истаблишмент. Да, да, да. Есть эти бюрократы, которые же хотят кушать. У них, знаете, есть дети, внуки. Надо же на чем-то зарабатывать. Они на чем-то другом зарабатывать не умеют. И вот сейчас здрасте, они скажут, что все, нет. Вот мы складываем бэби-хит и будем начать заниматься чем-то. Понятно? Вот к вопросу о том, что делать. Просто стимул, стимул. В России тоже есть разные рецепты. Вот Алексей Кудрин сказал, что Россия должна вести себя более сговорчиво. А, вот, не надо, не надо, не надо. Игорь. Вы знаете, я очень, в общем-то, даже возмущен тем, о чем говорит Кудрин, потому что либо он провоцирует просто руководство страны на неправильные действия, либо он просто глубоко заблуждается, и тогда он не может быть членом Совета по разработке новой экономической стратегии России. Это диаметрально противоположные вещи. Это страшно подумать, честно говоря, если такой человек занимается таким важным делом. Да, и мне кажется, что он продолжает жить в сценарии Запада, когда Россия должна находиться в общей глобальной экономике без своих национальных интересов, без своего внешнеполитического курса. И при этом никак не создавая себе благо для нашего населения, передавая все золото валютные резервы в Соединенные Штаты Америки и продолжая быть лучшим министром финансов в мире. Лучшим для Америки, да. Итак, коллеги, ваше финальное мнение, как нам не допустить того, что произошло с Советским Союзом? Как нам не допустить победы очередного американского плана, направленного против России? Федор, ваше мнение. Да, знаете, Суворов в свое время сказал совершенно замечательную вещь, наставляя молодых офицеров. Генерал должен управлять настоящим из будущего. Вот если мы этому научимся, то нам ничто не будет страшно. И нам надо быть спокойными и упрямыми, как в той самой песне. Александр, слова из какой песни вы возьмете? Проводится как раз та политика, которая должна предупредить те негативные явления, которые накопились в Советском Союзе с середины 80-х годов и привели к распаду Советского Союза, к величайшей геополитической катастрофе 20-го века, как выразился наш президент. И вот то, что делается, и здесь говорил коллега Морозов о планах перевооружения и так далее, все это делается как раз для этого, для того, чтобы сохранить эту великую державу, которая называется Россия, и укрепить ее с тем, чтобы никакие заговоры, никакие удары не смогли нанести ей тот вред, который, увы, был нанесен в 70-х, 80-х годах прошлого века. Иржи, вид из Европы. Что должно делать Россия? Во-первых, я считаю, как европейец и как представитель Запада, если можно так сказать, что развала России никому не нужен, потому что это для нас очень большие угрозы, для европейцев. То есть, если так смотреть и в будущем, я считаю, что как раз Европа может быть таким буфером, чтобы окончательно не давить на Россию, я считаю, что выборы вообще ничего не решат. Что, увы, мы не вернемся в 8-й год, когда после президентских выборов в США была попытка перезагрузки, сейчас, увы, это не произойдет. Либо перегрузки, кто как-то... Да, перезагрузки, перегрузки, как нажать на кнопочку, да, условную, да. Поэтому это не произойдет ни в этом году, ни в следующем году, когда войдет официально. Ну что ж, донесите, пожалуйста, свое мнение до политического руководства. Ну, чтобы закончить, да, я считаю, что вот это непонятное состояние между Западом и Россией будет, увы, продолжаться. Игорь, ваше мнение, что должна сделать Россия и перезагрузка или перегрузка, если будет Хилари Клинтон президентом Соединенных Штатов, она возможна? Вы знаете, перезагрузки при Клинтон невозможно и быть не может. Но нам нужно думать о том, как вот этот патриотический дух, который возник в обществе за последние два года, переключить на пассионарный дух надежды нашего бизнеса, который формирует внутренний валовый региональный продукт, тот бизнес, который сегодня выходит на инновационные рельсы и по ним движется в сторону Китая, Индии. Нам есть что предложить. Я думаю, что государство должно создать все условия для того, чтобы у нас появлялись новые экономические точки роста. Потому что экономика даст возможность чувствовать себя более уверенно на внешнем контуре. Суперпроект экономика России. И давайте подведем общие итоги и посмотрим, какие прогнозы у нас сложились сегодня. Итак, противостояние между Россией и США в Сирии будет нарастать. Цены на нефть будут держаться на уровне 50 долларов. США не удастся истощить Россию экономически. Америка будет усиливать санкции против России. США не удастся втянуть Россию в гонку вооружений. Результаты президентских выборов в Соединенных Штатах не изменят отношение Америки к России. Коллеги, есть что добавить, что скорректировать примерно? Я бы хотел добавить одну вещь. Нам нужно перестать реагировать. Нам нужно создавать свою повестку дня, создавать свои альянсы и идти вперед. Насколько точны наши прогнозы, мы узнаем уже скоро. Мы встретимся через неделю в четверг в 20.30. А сразу после нас новости и программа поступок. Невероятная история женщины-крановщицы, которая, рискуя своей жизнью, спасла десятки строителей, оказавшихся в смертельной ловушке. История подвига совсем скоро. Оставайтесь на свисте. АПЛОДИСМЕНТЫ